Черный рынок по продаже медицинских масок расширяется. В аптеках масок нет, а продавцов-нелегалов, которые продают их по спекулятивным ценам, в 10 раз дороже, чем было в аптеках, все больше. На городских развязках появились автомобили, на которых наклеены вот такие вот объявления. Маски. Мы провели контрольную закупку. Здрасте. Есть в наличии, да? Да. Маски. По чем? Полтинник. Полтинник штука? Да. А у меня тысяча, это получается сколько? 20. 20. Давайте. Маски-то нормальные, можно посмотреть. И с коробкой много. Никак не это. Не-не-не. Не завернуто. А что за фирма? Такие зарубежные. Зарубежные. Мадрид. Испанские. Испанские? Ну, смотри. А откуда? В аптеках сейчас не встретишь. Ну, есть. Был канал вот. Ну, стерильный. 20 штук это было. Да, 20. Ну, на тысячу. Здрасте. Здрасте. Уважаемый. А что вы снимаете? Телекомпания Сетинэн. Меня зовут Антон Галеев. Вы мне маски-то дадите. Не, а зачем? Зачем снимаете? Не надо снимать. Такой вопрос интересует. Вам не кажется, что вы занимаетесь спекуляцией? Нет. Почему? А можно камеру выпить? Нет. Не хочу разговаривать. Давайте без камеры. Маски вы же покупали в аптеках. 50 рублей, что ли? В аптеках их сейчас не встретишь. Раньше за 50 рублей можно было несколько упаковок купить. Нет, я не буду. Так вы мне маски дадите или нет? Непонятно, как маски из Испании, где положение очень тяжелое, средств медицинской защиты не хватает, и вот маски оттуда оказываются у нижегородских спекулянтов. Нелегально маски перепродают также и через объявления в соцсетях. Так, вчера мы показывали репортаж об этом. Продавец приехал продавать нам маски на рейндж-ровере. А вот эта вот упаковка была куплена у другого спекулянта, и эти маски хирургические, они не такие, как продаются в обычных аптеках. И вот здесь на коробке указаны имя и фамилии человека, и можно предположить, что эта упаковка была украдена из какой-то больницы. Еще вчера мы написали запросы в ГУД Нижегородской области с просьбой прокомментировать эту расцветающую спекуляцию, причем расцветающую на странных и, возможно, криминальных каналах доставки масок. Но комментариев ни вчера, ни сегодня мы не получили.